Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь Ельбаса Айдос Укибай в своем твиттере. «У меня хорошие новости. Сегодня тест Ельбаса на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе», — написал он. Отметим, всего в Казахстане более 14 тысяч инфицированных коронавирусом тоже успешно вылечились от недуга. Государственная комиссия приняла решение о введении с 5 июля ряда ограничительных мер на 14 дней. Планируется приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами, ограничить перемещение лиц старше 65 лет, запретить деятельность салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков и не только. Более детально узнаете из развернутого сюжета сегодня в 21.30. Продолжаем выпуск. С начала пандемии единым дистрибьютором проведено 19 закупочных процедур. Также в рамках уже заключенных договоров закуплены дополнительные объемы лекарств и медицинских изделий для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Людмила Биробекова в ходе экспертного брифинга, прошедшего на площадке СЦК. Вместе с тем вице-министр добавила, что если в одном доме болеет несколько человек, то проблем с выдачей лекарств не будет. Это рецепт врача, который выписывает на пациента с указанием необходимого курса на лечение. Вице-министр также подчеркнула, что антибактериальные препараты не применяются для лечения вирусной инфекции. В протоколе лечения, который утвержден, антибактериальная терапия, применяется только для пациентов, находящихся в стационаре, и в связи с присоединением бактериальной инфекции, в результате которой развивается пневмония. Поэтому настоятельно рекомендую гражданам не заниматься самолечением, не применять самостоятельно антибиотики, когда есть признаки вирусной инфекции, а строго действовать по памятке и по чек-листу, который разработан и рекомендован, для того, чтобы не сформировать антибиотикорезистентность и в последующем не получить более тяжелые осложнения при возникновении заболеваний. К другим темам. Героями не рождаются. За проявленное мужество толкурганца представили к награде. Медаль за спасение утопающих вручил начальник управления по чрезвычайным ситуациям толкургана. Ержан Баяхметов – простой слесарь одного из городских хостов. Свой героический поступок он совершил 22 марта. Возвращаясь с работы, мужчина в районе дачного массива «Красный камень» разглядел в воде автомобиль, а рядом с ним тонущего водителя. Не задумываясь ни минуты, молодой человек бросился в ледяную воду реки Каратал и не только вытащил на берег терпящего бедствия, но и оказал ему первую помощь, без которой пострадавший мог погибнуть. Это констатировали прибывшие врачи скорой помощи, которых также вызвал Ержан. И вот сегодня награда нашла своего героя. 17 лесных пожаров с материальным ущербом более 20 миллионов тенге зарегистрировано с начала года в Алматинской области. Сейчас разгар пожароопасного периода, а потом и пожарные усилили профилактику. О том, какая работа ведется брендмейстерами, расскажет Анора Магелдинов. Алакольский район славен своими живописными пейзажами. Природа в этих местах по-своему уникальна. К сожалению, из-за безалаберного отношения к природе, в пламени огня пострадало более 900 гектаров земли. Всего в районе зарегистрировано три факта пожаров в лесостепной зоне. Чтобы не допустить повторных возгораний, представители ОЧС района совместно с сотрудниками лесного хозяйства и полицейскими усиленно проводят профилактические рейды. С момента наступления пожароопасного периода мы систематически патрулируем парки и лесные массивы. Всем отдыхающим на природе раздаем информационные памятки и ведем профилактическую беседу. Просим граждан соблюдать все меры пожарной безопасности. После отдыха убедитесь, что костер полностью потушен, нет риска, что произойдет возгорание. Также просим беречь от огня детей. Кроме парков и лесных массивов, мы также обходим крестьянские хозяйства района. С фермерами проводим профилактическую работу и предупреждаем о соблюдении пожарной безопасности. Под особым вниманием объекты массового скопления людей. Специалисты посетили с профилактикой все крупные торговые дома. Посетителям и продавцам разъяснили в требования пожарной безопасности. Помимо этого, гражданам объяснили, какие действия необходимо предпринять в чрезвычайных ситуациях. Мы на систематической основе проверяем места массового скопления людей, ведем беседы с населением. Владельцев бутиков мы предупреждаем, чтобы тщательно следили за электропроводкой, чтобы при выходе из помещения отключали все приборы и выключали свет. Хотим напомнить гражданам, что ваша безопасность в ваших руках. Только соблюдая все нормы и правила, можно избежать возникновения ЧП. Всего с начала года в Волокольском районе зарегистрировано более 10 случаев пожаров. Общая сумма материального ущерба составила свыше 11 миллионов тенге. Мировой туристический бизнес может недосчитаться в этом году до 3 триллионов 300 миллиардов долларов. К такому выводу пришли аналитики конференции ООН по торговле и развитию. Такие убытки возникнут в случае развития пандемии по худшему сценарию продления карантинных мер на 12 месяцев. Но и в случае, если карантин в среднем продлится не больше, чем 4 месяца, а это самый оптимистический сценарий, туристический сектор потеряет в мировом масштабе до 1 триллиона 170 миллиардов долларов. Самая большая доля убытков приходится на туристические компании США. Они при оптимистическом сценарии потеряют 187 миллиардов. На втором месте Китай, чьи потери превысят 100 миллиардов. Потери таких популярных среди туристов стран, как Франция и Таиланд, оцениваются в 47 миллиардов долларов. В России завершилось растянувшееся на неделю голосование по внесению поправок в Конституцию. Явка составила почти 65%. По предварительным данным ЦИК, примерно три четверти избирателей высказались за изменение основного закона страны, в том числе за обнуление президентских сроков Владимира Путина. Для того, чтобы поправки считались одобренными, их должны поддержать более половины проголосовавших. В некоторых регионах страны уже обработано 100% протоколов. Большинство жителей Камчатки, Еврейской автономной области, Чукотки и Хабаровского края высказались за перемены. В Москве несколько сотен противников поправок собрались на Пушкинской площади. Некоторые участники митинга провели у памятника поэту одиночные пикеты. Полиция не стала им препятствовать. На акцию протеста на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге вышли десятки несогласных. Решающие матчи Лиги Чемпионов пройдут в Португалии. Несмотря на новую вспышку коронавируса на севере страны, никакой нужны в плане «Б» нет, заверил президент УЕФА Александр Чеферин после переговоров с премьер-министром Португалии Антонио Косте. Напомню, что нынешний розыгрыш Лиги Чемпионов был приостановлен в марте из-за эпидемии коронавируса. На этот момент сыграны лишь четыре из восьми противостояний одной восьмой финала. Таким образом, в четвертьфинал Лиги Чемпионов прошли Атланта, Атлетика, Лейпциг, Парис Инжермен. Ни один из этих клубов ранее не выигрывал турнир. А вот фаворитам, среди которых Бавария, Манчестер-Сити, Барселона, еще только предстоит сыграть. Решающие игры, так называемый финал восьми, состоятся с 12 по 23 августа. Обзор зарубежных новостей подготовил Алексей Цой по материалам интернет-ресурсов. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин